Всем привет, дорогие друзья! Сегодня я немного расскажу про руль Logitech MoMA на 900 градусов, который вы, собственно, можете приобрести у меня в авито-магазине. И я хотел немножко подробнее рассказать про него, что это такое, вообще для чего это нужно и, ну, типа, с чем его едят. В первую очередь, это отличное решение при покупке руля на 900 градусов, когда не хочется тратить много денег. Потому что это реально максимально бюджетный руль, который вы можете приобрести. Не существует в природе руля дешевле, и чтобы он был на 900 градусов. Их просто нет на рынке, ребят. Поэтому это отличное решение. Что это такое вообще за руль? Изначально был MoMA обычный, на 270 градусов. Это был его максимальный угол поворота. Теперь он может себе позволить вращаться на целых 900, и при этом обратно возвращаться. Ну, конечно, не до конца. Немножко он не докручивает, потому что моторчик изначально в нем стоял на 270. Когда по опции в ближайшее время появится возможность поставить более мощный мотор. Но оно вам надо. Ну вот, во время игры, объективно, этого не чувствуется совершенно. Это есть только, когда детально вы его рассматриваете. Я вам это показываю, пожалуйста. Такой нюанс имеется. Но это в игре для меня совершенно было незаметно. Скажу честно. Дальше. Этот руль отлично, просто великолепно подойдет для симуляторов, типа Евротрак симулятор, симулятор автобуса, city car driving. Такие более-менее спокойные игрушки. Но также, в принципе, он подходит и для гонок. То есть, впервые попробовать 900 градусов в какой-нибудь, например, Assetto Corsa или Project Cars будет реально классно. Но, например, если вы хотите тестить этот руль в Need for Speed или, например, в Forza Horizon. Это те игры, которые совершенно не адаптированы для руля. Не конкретно для этого, а вообще для любых. Там очень сложно нормально настроить даже новые рули. Я пытался настроить новый руль, хороший, Logitech G29. Это было сложно. Потому что Forza, она просто не адаптирована для рулей. Поэтому, если вы хотите играть в такие аркадные игрушки, типа Need for Speed, Forza и так далее, то лучше вообще никакой руль не покупайте. На джойстике самое нормальное. Или какой-нибудь взять на 270, чтобы у вас не было 900 градусов. Потому что в аркаде 900 градусов не нужно. Ну, а если вы тот человек, который хочет протестить себя в симуляторах, например, ну, как я уже сказал, в симуляторах вождения, именно в симуляторах настоящих, то это будет отличным бюджетным решением. Собственно, давайте немножко по комплектности. За эту стоимость вы получаете сам руль, естественно, полностью собранный, блок питания и педаль. То есть полный комплект, который вам достаточно просто прийти, поставить на стол, воткнуть USB, один провод USB в компьютер. Все. Он у вас уже работает. Никаких дополнительных доработок в принципе не нужно. Ну, разве что поставить только драйвера. Но ссылку на драйвера я всегда скидываю тем, кому это потребуется. Ничего сложного в этом нет. Они, естественно, бесплатные и ставятся на любые версии компьютера. Также руль оснащен двумя лепестками. Справа и слева. И при этом шесть кнопок на панели. Немного, но в целом достаточно, чтобы поставить какие-либо функции и, в принципе, попробовать поиграть, насладиться игрой. Также здесь есть даже секвентальная коробка передач. Минус и плюс. Это тоже очень крутой рычаг. Можно использовать как ручник, например, в дрифт-гонках. Или же как переключение передач. Также на данном руле он дооснащен уже красной кнопкой. Красная кнопка – это штука для регулировки, калибровки руля. Простыми словами, подключили руль, он у вас стал вот так. А в компьютере стоит прямо. Ну, не сошлось, да? Вы просто нажимаете кнопку. Упала калибровка. То есть датчик ушел. Ставите как вам надо. Ну, допустим, прямо. Ну, у нас как бы он изначально-то прямо стоял. Сейчас поэтому будет немножко не прямо стоять. И ставите калибровку обратно. Теперь его положение, соответственно, изменилось. Видите? В зависимости от того, куда вы повернули руль. Соответственно, вы так сможете всегда откалибровать руль, чтобы он всегда стоял прямо и так, как вам нужно. Крепления закрепляются. Крепления, которые держат руль. Вот они, два лепестка. Ну, как лепестка? Две струбцины, которые мощно двумя крюками прихватывают стол и закрепляют сам руль. И снизу еще одна большая струбцина, но я ее обычно не использую, потому что, в принципе, и на двух он держится отлично. В принципе, на этом все. Руль вращается на 900 градусов, возвращается обратно. На нем есть вибрация, на нем есть фидбэк отдачи. Все неровности вы почувствуете. Любое ДТП в игре, это тоже все сюда передается. Если сработал АБС в игре, колеса пошли юзом, это все тоже передается. Но это уже в зависимости от игры, соответственно. Поэтому, если вы планируете купить руль на 900, но боитесь его брать, потому что это вроде как бы не завод, это вроде как дополнение, потому что все же комплект отдельный, специально сюда ставился, который вытачивался на 3D принтере. Дополнительные шестеренки, дополнительные кольца, ремни и так далее. Перенос датчика энкодера, который считывает положение руля. Это все сюда ставилось. Соответственно, ну, типа самоделка получается. Но по факту нет. То есть это действительно проверенное время, хороший комплект, который можно найти, в принципе, везде в интернете. И, собственно, он уже прошел проверку времени. Поэтому, господа, если у вас остались вопросы, пожалуйста, можете написать мне либо в Авито, либо в комментарии к этому видео, или в ВКонтакте. Я буду там всегда на связи, всегда помогу ответить вам на ваши вопросы. И при этом вы сможете заказать этот или другие рули, которые вам больше подойдут в моем Авито-магазине. Спасибо вам за просмотр. Делайте правильные покупки. Субтитры сделал DimaTorzok